Друзья, приветствую вас на канале Макс Советник. Макс. Стало известно о подготовке партии власти нового побора зарплат, который обяжут уплачивать работодателей. Росстат зафиксировал рекордный рост смертности населения, начиная с голода 46-47 годов прошлого века. Но и Путин в очередной раз пообещал увеличить реальные доходы населения. Каждый раз, как в первый раз. Поговорим об этом, Макс. Власть орыскает по углам и пытается обложить население и бизнес трехэтажными поборами. Единая Россия планирует вынести осенью на рассмотрение парламентом введение очередного побора зарплат для оплаты пособий по безработице. Об этом рассказал первый замруководителя фракции Андрей Исаев в ходе круглого стола с представителями профсоюзов. Учитывая конституционное большинство ядра в Госдуме, перспектива получения от власти нами подарка не выглядит такой уж фантастичной. Это может быть 1, 2 и даже 3 процента, в зависимости от того, что придет в голову единоросам. Напомню, в настоящий момент прямые и косвенные налоги заработных плат составляют более 63%. Сюда можно отнести НДФЛ, отчисление работодателей в госфонды и НДС. Макс. Государство продолжает отруливать от выполнения своих социальных обязательств. Оплата пособий безработным за счет взносов работодателей это очередная социальная функция государства, которую Единая Россия планирует переложить на плечи граждан и бизнеса. Когда уже настанет тот светлый миг, когда мы перейдем на полное самобеспечение. Для чиновников и депутатов главное, чтобы налоги в срок платились, а народ для них это дойная корова. Все в лучших традициях госпожи Глацких, которая пару лет назад заявила молодежи. На сегодняшний день получилось так, что в молодежи, в подрастающем поколении, складывается почему-то такое понимание о том, что нам государство все должно. Нет, вам государство вообще в принципе ничего не должно, а вам должны ваши родители. Ну, потому что они вас родили. Государство их не просило вас рожать. Макс. Инициативу введения налога поддержал громадвод «Всея Руси» экс-премьер Медведев, под которого самодержец распорядился создать отдельное рабочее место в Совете Безопасности. Напомню, именно он озвучил предложение по повышению пенсионного возраста на 5 лет и НДС на 2%. И вот данный господин периодически выскакивает из табакерки, чтобы ляпнуть этакое, а потом его нафтоленят и убирают обратно подальше, чтобы не гнал какую-нибудь пургу. Идею возрождения налога неоднократно поднимали ранее. Например, в 2017 году экс-министр труда Топилен предлагал ввести взнос в размере 1% заработных плат и перечислять его в специализированный фонд по аналогии с фондами социального и обязательного медицинского страхования. Однако, инициативу тогда отвергли. Бюджет страны был профицитным, да и на очереди маячила пенсионная реформа. Эти отчисления добавились бы к пакету соцвзносов в размере 30% от зарплат, которые уже платит работодатель в ПФР, фонд ОМС и фонд соцстрахования. Еще 13% уходит на подоходный налог. Удивительно, с какой легкостью принимаются подобные решения. У государства возникли трудности, и оно стремится залезть в карман гражданам. А не помочь нам, изыскав ресурсы от сокращения расходов на себя любимых. Реальные доходы граждан в прошлом году падали двузначными темпами. В первом квартале текущего года Росстат зафиксировал сокращение на 3,6%. В это время олигархи, приближенные к самодержцу, стали богаче на 125 миллиардов долларов. Госдума приняла антисоциальный бюджет, порезав, например, Финансирование здравоохранения, но заложило премии чиновникам в размере 200 миллиардов рублей. Ни в одной фирме не платят премии, если отсутствует прибыль. А российское государство своим чиновникам платит. Макс. Новый побор, на мой взгляд, обусловлен желанием элиты оптимизировать расходы на экономически невыгодное для них население страны. Кормовая база власть имущих сокращается, и здесь им приходится выбирать. Или свои детишки в США, Великобритании и Франции с многомиллионными счетами в банках, либо же чужие граждане в Омске и Урюпинске, которые по их вине остались без средств к существованию и были выброшены на улицу. Макс. Друзья, разгильдяйство власти, а также их лапки, которые растут явно не из того места, довели страну до ручки. Рост смертности побил рекорды послевоенного голода, начиная с 47-го года прошлого века. Это просто феноменальный позор. Подобных цифр не видела статистика лихих 90-х. Что не удалось сделать Ельцину с его семьей в одной руке и рюмкой в другой, доделал преемник. Макс. По итогам первого квартала 21-го года в России умерло около 600 тысяч человек. На 124 тысячи больше, чем годом ранее. В 93-м году на фоне гиперинфляции и развала экономики число смертей подскочило на 17,8%. А сейчас, друзья, вот рост смертности в первом квартале 21-го года по сравнению с первым кварталом 20-го года составляет 26,9%. Макс. В 40-х годах прошлого века люди умирали от голода вследствие неурожая, вызванного засухой, дефицитом рабочих рук, сельхозтехники и животных. Численный состав трудоспособного мужского сельского населения после Великой Отечественной войны откатился к уровню 1931-го года. Поставки сельхозтехники в те годы фактически не велись, а поголовье лошадей составляло лишь 45% от довоенного. А сегодня-то что? Путин неоднократно поминает в суе послевоенный союз и 90-е. Рассказывает, какое ужасное тогда было время и объясняет естественную убыль мрачными страницами нашей истории. Ну-ну. У него под носом с февраля 20 по февраль 2021 года случился самый настоящий прорыв. Да только не к светлому будущему, а на кладбище. Естественная убыль населения составила три четверти миллиона человек за данный период. Макс. Сбережение народа России – наш высший национальный приоритет. Этим приоритетом определяются все положения обновленной конституции о защите семьи, о важнейшей роли родителей в воспитании детей. Отметил Путин, обращаясь к федеральному собранию. Я вот думаю, когда уже эта конституция начнет действовать на полную мощность, а не частично, учитывая лишь обнулившиеся президентские сроки. С кем Россия воюет сейчас, что у нее такие потери? А я вам отвечу. Клептократическая верхушка воюет с собственным населением. Цель – выдать страну до последней капли крови, оставив на месте преступления пепелище. Народ пассивен, элитки того и надо. Это значит, что положение граждан и дальше будет ухудшаться. Качество жизни, рост доходов – забудьте об этом. Под обнулившийся камень вода не течет. Только и слышно, как Путин поручил правительству увеличить реальные доходы россиян или повысить уровень жизни российских семей. Ощущение, что он случайно открыл на рабочем компьютере баннер с увеличением пенсий. В начале апреля самодержец потребовал от правительства обережающего роста доходов россиян. В послании к федеральному собранию он рассказывал о национальных приоритетах. Сегодня важно восстановить и обеспечить рост доходов россиян, добиться ощутимых изменений в борьбе с бедностью. За первый квартал 2021 года реально располагаемые доходы россиян сократились на 3,6%. И Росстат не стал публиковать данную информацию перед обращением Путина к федсобранию. Оно и понятно, зачем будоражить общественность в преддверии выступления царя. Ну все, теперь-то точно. После восьмилетнего непрерывного снижения реальных доходов и управленческого пинка, посланного Путиным правительству с законодателями, мы наконец-то взлетим. Кстати, после выступления Путина перед нерадивыми боярами, Минэкономразвитие также ухудшило прогнозы по социально-экономическому развитию. Вместо обещанного восстановительного роста 3,3% в текущем году, нас ожидает лишь 2,9%. Согласно опросу Левадо-центра, признанного Минюстом России иностранным агентом, проведенному во всех регионах страны, минимальной суммой для физиологического выживания человека респонденты считают 24 600 рублей. Прожить нагарантированный государством физиологический минимум не могут даже на селе. Там реально люди оценят ее в 21 800 рублей. В крупных городах это 25 000 рублей, а в Москве 36 000 рублей. Согласно субъективной оценке россиян, за чертой бедности оказывается не 12,8% населения, а все 53%. Интересно, что это вдруг случилось с Владимиром Путиным по сравнению с прошлым годом, когда он с юморком так рассказывал о 70% трудоспособных россиян, которых спокойно можно отнести к среднему классу. Откуда этот социально ориентированный запал в апреле и мае? Просто он не планирует отчитываться перед нами за результаты. Стратегия 2020, майские указы и нацпроекты не выполнены, а там предусматривался и рост реальных доходов граждан, и борьба с бедностью. Впрочем, это не помешало Путину переизбраться в 2018 году, и никто не понес ответственность за потерянное страной 20-летие. Поэтому сейчас можно лепить горбатого и рассказывать нам о небывалых экономических достижениях, которые состоятся ближе к 2030 году. А пока, друзья... Что? Сейчас нужно еще потерпеть. Макс. На канале мы обсуждаем новости и социально-экономическую повестку, о которой молчат провластные СМИ и пропаганда. Подписывайтесь, друзья. Будет интересно. Пора объединяться. ПОДПИШИСЬ НА ИНОСТРАНСКОМ ЯЗЫКЕ ПОДПИШИСЬ НА ИНОСТРАНСКОМ ЯЗЫКЕ Продолжение следует...